Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, гости моего канала. Рад вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Кстати, очень приятно познакомиться. Сегодня готовим с вами вкусные сырники. Я вам покажу одну фишечку. Не знаю, может быть, конечно, что-то знает про нее. Но не перематывайте видео. Осмотрите все внимательно. И ничего не упускайте. Ну, а мы будем начинать. Для этого нам понадобится Творог у меня Амко 9% Хотел взять джитовский, но его уже съели по ходу дела. 100 грамм молока Одно яйцо я перемешал. Нам нужно взять всего лишь половину. 70 грамм сахара И 40 грамм муки. В первую очередь возьмем тару. Высыпем туда наш творог весь. Творог у меня суховатый. Отжимать его не будем. Через сит пропускать тоже его не будем. Добавляем туда всю муку. Сахар добавляем не весь. Сахар, я сказал, 170 грамм. Мы добавляем из них только 30-40 грамм. Мы оставим на молоко. 30 грамм сахара. И добавляем половину яичка. У меня здесь целая была. Добавляем половину. И все, все это дело выменьшиваем. До однородной массы. Вот, получился у нас вот такой вот замесик прекрасный. Все делается просто вообще. Что там, яйцо, сахар, мука. Я насчет сахара, я немножечко перепутал. Не дал вам неправильную раскладочку. Я добавил сюда 50 грамм сахара. А 2 грамм сахара я оставил на молоко. Замесик вот такой у нас получилось. Те, что мы делаем. Берем мачипы, ну, примерно там. И вот, раскидываем их на стол прям по чуть-чуть. Ну, где-то, может, грамм по 50, а не примерно. Плюс-минус. И вот так вот все сырники. Теперь засыпаем весь стол мукой. И теперь наши отсаженные сырнички мы закатываемся. Только осторожно. Встряхивайте лучше сырники. А то будут мучные и невкусные еще. Вот так вот катаем кругляш. Берем заготовленную дощечку. Дощечку берем заготовленную. Катаем кругляш. И на досочку ее чуть-чуть придавим его. Вот так вот скажем. Я вот на доске не могу катать, например. Почему бы и нет. Берем кругляш. Обкатываем. Слегка раз. Чуть придавили. Форма произвольная. Не в ресторане же. Все, теперь ставим сковородочку. Разогреваем ее. Наливаем туда маслицу. Сейчас будем обжаривать наши сырнички. Сырнички будем обжаривать на медленном огне. Нам обязательно понадобится крышечка. Без крышечки никуда. Сейчас мы проверим. Нормально, отлично. Все. Раскалилась маслица наша. Теперь закидываем аккуратненько наши сырнички. Вот такая красота у нас. Да. С этого замеса у меня получились огромные сырники. Но их получилось всего лишь 7 штучек. Но они очень большие. Очень толстые и большие. Так что будем делать их на медленном огне. Делать их поменьше. Будет их больше. Друзья, пожарили мы сырнички. Сейчас покажу фишечку. Нашу видео, когда я обещал. С сырником я не знаю, кто-то конечно так делал. Но я так делать совсем недавно стал. Вот берем наше молочко с сахаром у нас она. Видите? Разбешался с сахаром. Помните, я говорил, там был 70. Добавил сырники 50 и 40 оставим. Что мы делаем дальше? Прибавляем огонек в пожарочек. И выливаем сюда, но не всю. На остатке сырники остальные будем. И выливаем сюда молоко. И пропушиваем их в молоке. И пропушиваем в молоке, пока не выпарится все молоко. Вот так вот. Они вот здесь пока пропушиваются. Они очень нежные получаются. Все, друзья, вот такая красота у нас получилась. Смотрите, какие сырнички. Они очень прям нежные, мягенькие. Теперь нам надо их подукрасить немножечко. Возьмем сметанку пожарнее. Нужно деть все-таки. Поэтому пожарнее. Чтобы стекало все с нашей сырничкой. И с сахарной пудрой мы все это делаем припоудим. Все, друзья, готово. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Рецепт напишу в описании. Всем приятного аппетита. Съем все в одного.